Разные чудеса случаются под Новый год. Иногда не совсем приятные. Как по мановению волшебной палочки, порой взлетают в небеса цены на привычные нам товары и продукты. Все потому, что некоторые предприимчивые торговцы стараются заработать на главном празднике года как можно больше. А ведь новогодний стол хочется украсить не только традиционным оливье, но и деликатесами. В какую копеечку это влетит и насколько подорожает новогодняя корзина в конце 2015-го? Постаралась посчитать Дарья Самородова. Два дня остается до наступления Нового года. Подарки, застолье и, конечно, традиционное оливье ждет нашу страну уже в этот четверг. В связи с предстоящими праздниками и повышение цен, мы попытаемся узнать, сколько стоит собрать новогодний стол в этом году. Год назад на новогодний стол можно было потратить в среднем около 3000 рублей. На эту сумму можно было купить продукты для двух салатов – мясные изделия, овощи, фрукты и отечественные спиртные напитки. В этом году мы точно знаем стоимость только одного блюда. Общественная палата России рассчитала так называемый индекс оливье. В среднем для лабытнанцев новогодний салат обойдется в 350 рублей. Кстати, салат можно купить уже готовый. За 100 граммов придется отдать 42 рубля. Кроме продуктов для приготовления любимого всеми россиянами салата, возьмем еще ингредиенты для классической селедки под шубой, полку колбасы, баночку лососевой икры, сыр, свежее мясо, овощи, фрукты и на десерт торт. Этого хватит, чтобы наелась семья из трех человек. Корзина с продуктами к Новому году обошлась на 2480 рублей 67 копеек. Осталось выбрать алкоголь. Если вы собираетесь покупать шампанское, то выбирайте бутылку не менее чем за 500 рублей. За алкоголем следует идти только в специализированные магазины. Отправляем в нашу корзину бутылку советского шампанского и получаем итоговую сумму 2980 рублей 67 копеек. По сравнению с прошлым годом, стоимость новогодней корзины с продуктами не изменилась, говорят эксперты. Но делая прогнозы на новый 2016 год, экономисты допускают подорожание некоторых видов товаров. Что-то прогнозировать достаточно тяжело, потому что, во-первых, сейчас во многом идет переориентация производства на отечественное сырье, на отечественные компоненты. При этом существует все-таки какая-то доля импортных компонентов. С учетом наблюдаемого волонтильности и некоторого ослабления все-таки возможно повышение цены на отдельные виды продуктов питания. Но в целом, можно говорить о ежегодном сезонном изменении цен. При этом те меры, которые принимаются сейчас на уровне правительства, они направлены на исключение спекулятивного повышения цены. Поэтому все будет определять рынок. И помните, чтобы не омрачить Новый год, проверяйте срок годности товара. А главное, знайте, ни один редкий и дорогой деликатес не заменит дружной компанией и веселого настроения. Дарья Самородова, Максим Мячин, программа «Время местное».